Вчера министр иностранных дел Армении Арарат Мирзаян, которого я называю Двуликим Глистом, образился с посланием к международному сообществу по поводу якобы нарушения прав армянских пленных, которые находятся сейчас в Баку, в Азербайджане, по поводу без вести пропавших каких-то, неизвестно. И так далее. Я прочитал все это послание, но я хочу оттуда вычитать одно предложение. Власти Азербайджана отрицают похищение десятков армянских военнослужащих и мирных жителей. Все остальное билиберта. Обращаю внимание на слово «десятков». Вот этих троих ребят забрал с собой Мамвел Егизирян, так называемый командир отряда Арабо, террористического отряда Арабо и увез их в неизвестном направлении. Все, больше от этих ребят никто ничего не слышал до сегодняшнего дня. Хотел бы показать фотографии вот этого человека, Эльмидара Байрамова, которого взяли в плен в том же селении Городогле. В 1992 году, 17 февраля, его убили очень страшным способом. По нему просто проехали с машиной. Хотел бы показать еще фотографии вот этого человека, Мобиля Велиева, который являлся отцом шестерых девочек. Его армяне как бы отпустили, а когда тот побежал, его просто расстреляли. Вот так Аррат Мирзаян, который не предоставил ни одного факта, ни одной фотографии. Просто словами призывает международное сообщество, чтобы те оказали какое-то давление на Азербайджан, якобы нарушавших права армянских военнопленных. Вот об этом нарушении вы имеете в виду, вот это нарушение, когда упитанные армянские пленные возвращались из Баку в Ереван. И армянские средства массовой информации подняли вой вселенского масштаба, что, дескать, почему их вот так с ними обращались хорошо. Даже так хорошо, что те по возвращении в Ереван уже говорили даже на азербайджанском. Это же не в ваших интересах, правильно, Аррат Мирзаян? Чтобы армянские пленные были упитанными, чтобы за ними хорошо присматривали, соблюдали их права человека. Вам это не нужно, вам нужно, чтобы их били. Вы этого хотите, это ваши желания. И вот вы выдаёте своё желаемое за действительное. Хотел бы показать вот эту женщину, Шаххану Мджафарову. Её взяли в заложники, когда ей было 83 года, в Кильбиджаре. Всё, об этой женщине больше ничего не известно. Известно только лишь то, что вы держали в плену эту женщину долгое время в Ханкинди, а потом она умерла в мучениях только потому, что за ней не присматривали. Только потому, что вы поили и кормили её свинными отходами. Вот и всё. До сегодняшнего дня об этой женщине армянская сторона никакой информации не предоставила. Если она жива, если она была бы жива, или даже если умерла, то армянская сторона как минимум должна была предоставить информацию об этой женщине. Но этого Аррак Мирзаян вы, армяне, не сделали. Я могу предоставить вам как минимум 3890 вот таких фотографий и кадров. Предоставьте хоть один кадр или одну фотографию армянского военнопленного, права которых нарушались в Азербайджане. Кстати, о правах человека. Есть в Армении такой защитничек прав человека, которого зовут Арман Татаян. Этот человек буквально каждый день кричит, орёт по поводу армянских пленных. А где находился этот Арман Татаян, когда в течение 28 лет Азербайджан говорил о том, что в Армении около 4000 пленных, заложников содержится, что они взяли их в заложники во время Первой Карабахской войны. Почему этот Арман Татаян, который говорит о правах человека, не защищал права вот этих людей? Или он избирательно относится к людям? Избирательно защищает людей этот Арман Татаян? Этот Арман Татаян несколько дней тому назад приперся на армяно-азербайджанскую границу и потом заорал на весь мир, что, так сказать, он почувствовал, что азербайджанский военный направил против него оружие. Я не знаю, куда направляют оружие армянские военные при виде врага, но азербайджанские военные стоят там за оружием не для того, чтобы птичек стрелять. Да, и последнее. Почему я назвал Арарата Мирзаяна главу МИД Армении двуликим глистом? В 2016 году Арарат Мирзаян был среди тех, кто закидывал яйцами здание посольства России в Армении. Сейчас Арарат Мирзаян находится в Москве с дружественным рабочим визитом в Россию, где он пожимает руку Сергею Лаврову. И есть фотография, где Арарат Мирзаян пожимает руку, крепко пожимает руку послу России в Армении. Из зоологии известно, что у глиста невозможно, очень трудно различить голову и заднюю часть. У Арарата Мирзаяна то же самое. Очень трудно различить твое лицо Арарат Мирзаян и твою пятую точку. Они идентичны. И идентично все, что находится внутри них. Вот и все. Говорите правду, если у вас на это есть мужество.